Всем привет дорогими друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня мы поиграем в игрульку, которая называется Хонор Бонд. Так что вперед, вперед, как говорится, к новым приключениям. Мир охвачен огнем, боги умерли, восстал хаос, имя ему Легион. Нам нужен защитник, нам нужна армия, нам нужен лидер. Миру нужны вы, воин чести. Вы нужны этому миру. Вот так вот, ребята, я нужен этому миру. Оу, выбери себе военачальника. Вот это уже интересно. Ну что ж, давайте посмотрим, кто у нас что. Так, для начала... Подожди, 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 подожди. Тень-рыцарь. Герои бездны отстаивают тень, смерть и тьму. Они знают, что эти силы не злые сами по себе, а являются жестокой, но необходимой частью жизни. Ага, понятно. Дух-страж. Дух ассоциируется со светом, верой и надеждой. Стремясь к чистоте, адепты духа могут быть нежными, как пламя свечи и беспощадными, как солнце пустыни. Да, персонажей тут много. Ну-ка, давайте вот так вот. Пиромант. Тера олицетворяет перемены, силу и разрушение. Все препятствия они преодолевают неудержимой физической силой и силой воли. Ой, даже не знаю. Давайте, ребята, вот так вот. Да, я уверен. Будем играть за рыцаря тьмы. Нам нужно идти. Чем дольше мы ждем, тем опаснее здесь становится. Начало территории. Раннее пробуждение. Ого. Зомбарь, что ли? Точно зомби. Нежить здесь? Значит, силы хаоса уже нашли это место. Коснитесь врага, чтобы атаковать. Естественно, ребята, будем атаковать. Ага, и он атакует. Сдохни, гаденыш. Победа. Ну, все довольно легко и просто, как обычно нас вводят в курс дела. Начинается все с легенького. Ух ты, а это кто такой? Слава богам, Наэма. Нам нужна твоя помощь, чтобы вырваться отсюда. Наэма какая-то. Что ж, тогда следуйте за мной. Я прослежу, чтобы о вас позаботились. И? Куда она исчезла-то? Вау, скелеты. Опять нежить. Ой, елки-палки. Я предлагаю воспользоваться моей способностью. Она позволит быстро разобраться с этими противниками. Так, нажать, да? И? Ага, вот у тебя что есть. Бесконечная тьма. Ну-ка. Круто. Неплохой маг, я скажу вам. Ой, 45-го уровня. Ё-моё. Что-то чересчур, по-моему. Ладно, двигаемся с вами дальше. О, а это еще кто такой? Ё-моё. Сражение с боссом. Подожди-ка. Наэма, ты где? Нам нужна твоя помощь в этом бою. Не сомневаюсь, но мои хозяева приказали оставить вас умирать. Какие хозяева? Я присоединилась к силам хаоса. Вместе мы сожжем этот мир дотла. Ты, ты нас предала. Наэма, как ты могла? Я бы убила вас сама, но вы слишком ничтожны. Постарайтесь не напачкать. Вот так поворот, ребята. Вот так повоевали. Разорву твою плоть. Да? А ну-ка. Ребят, что-то мне кажется, что мы сейчас отгребем. Блин, у меня ничего нету. Никаких суперударов, ничего. О, как это так? Как это у меня так получилось? Хм, круто. Это был удачный удар. Без него мы бы, несомненно, погибли. А, ну это по сценарию так должно было быть. А что касается Наэмы, неужели это правда? Как воин чести, обладающий такой силой, как у нее, мог обратиться к хаосу? Мы не можем стоять здесь и думать об этом. Нам нужно найти более безопасное место, чтобы спланировать свои дальнейшие действия. Сундук какой-то у нас тут. Та-дам! Забрали сокровища. Территория пройдена. Награды. Бронзовая руна. Хм. Так, руну мы какую-то с вами получили. Добро пожаловать в ваш замок. Здесь вы будете восстанавливать свои силы и войска. Нам нужно с помощью вашей руны призвать союзника. Нам понадобится армия, чтобы остановить Наэму. Угу, я не против. Значит, я буду здесь не один еще, оказывается. Герои. Доступно один. Базовый причем. Хорошо. Ух ты, это кто такой-то? Берсерк какой-то? Чтобы брать с собой в бой других героев, нужно узнать секреты лидерства. И где же я их узнаю? Да что такое? Постоянная какая-то подгрузка контакта. Мы к вашим услугам, воин чести. Какие тайны вы желаете открыть? Исследования, наверное. Лидерство. Ага, лидерство. Лидерство один. Устильте свой замок исследований в категории военачальник. Помогает собирать ресурсы и открывает могущественные ритуалы, позволяющие усиливать войска. Хм. Позволяет обучать военачальника до 20 уровня. Открывает в отряде ячейку для счетного героя. Мы не можем терять время. Завершите исследование прямо сейчас, чтобы получить его силу. И как? Ага, нажать. Бесплатно. Хорошо. Отлично. Пока вы здесь, не помешало бы наладить сотрудничество с угольковым бароном. Фазмером. Хм. Угольковый барон? Точно, ребята. Смотрите-ка. Угольковый барон. Открывает фазмера уголькового барона. Производит 5 угольков в минуту и фазмера вмещает до 300 угольков. Угу. Так, дом. Теперь подготовьте свой отряд, и можно выдвигаться. Отряд. Хорошо. И что мы должны тут сделать? Ага, вот. Мы сюда, наверное... Вот, ребята. Выставляем вот этого вот варвара. Теперь нас уже двое. Блин, ну жалко, что мы оба воины. Вы готовы? Хорошо. Давайте сразимся с хаосом. Я только за. Я-то с радостью наваляю. Ну, нажимаем, и что тут у нас? Тень над Хайвеном. Местный предводитель бандитов сейт хаос от имени Наэмы. Его нужно выследить и остановить. Да? Что ж, я надеюсь, мне это по плечу. Бандиты нападают на мирные земли Хайвена. Положите конец их набегам и восстановите мир в этих землях. Обожаю помогать крестьянам и мирным жителям. Блин, неужели нельзя сразу все это загрузить? Почему поставить... О! Наэма, вероятно, еще не знает, что мы живы. Мы можем этим воспользоваться. Нам следует отправиться в город Хайвенпорт. Пока что ему удавалось избегать хаоса Наэмы. Ну, значит, мы с вами отправляемся в Хайвенпорт. Тут у нас что за ассасин тут стоит, а? Никчемный. Даже двое их. Ну, давайте атаковать. Ага. Блин, не добили. Что тут зашипело все? Заскварчало. А что это за удар такой, а? Блин. Что-то какой-то обычный ударчик-то. Ага, кританули. Хорошо, победа за нами. Двенадцать голды получили. И энергию опять восполнили себе полностью. Нарушенный мир у нас называется. Глава. Так, опять тут ассасины, да эти? Ну, бандиты в Хайвене. Эти земли всегда были мирными. Ну, вот я тоже удивляюсь, откуда здесь вот эти ассасины. То нежить, то убийцы всякие. Ладно, сейчас они, ребята, у нас отгребут. Легкенькие. А я люблю, когда все легко проходится. Так. Двигаемся, наверное, с вами далее. Ну, это все в начале так. Потом будет, наверное, сложнее. Вам нужно выбрать, куда идти дальше. На каждом из путей будут ждать трудности. А куда тут идти? Ну-ка, карта, может быть? Так, погодите. Ах, вот оно что тут. Угу. Ну, меня заманивает тот мешочек с деньгами. Поэтому пойдем вот сюда. Так, тут у нас какие-то новые уже враги. Ну, опять же, все это бандиты. Третьего уровня. Так, минус один. Ассасиночку мы тут тоже сейчас шлепнем. Ай, да что ж ты, варвар, так слабо бьешь-то? Не мог добить, что ли, ее? Нормуль. Я надеюсь, я не зря все-таки выбрал в воинах тьмы. Так, вот они, деньжата. Сколько? Хрен его знает, сколько. Ну, по-моему, не так уж много, как я рассчитывал. Ну, с этими сопляками быстро разбираемся. Буквально каждый по удару. Да, смотрите-ка, получилось все. Варвар не подвел. А вот здесь вот подвел. Так, добили. Все, шикарно. Победа. 16 голды. Максимально я могу всего лишь тысячу голды носить с собой? Что-то как-то маловато, по-моему, да, ребят? Эй, разве вы не знаете, что мы из отряда Большого Бэллоу? Поворачивайте-ка обратно, назад, если хотите жить. Да ты что? Так, а если я тебе сейчас пропишу хорошенько, что ты... Блин, не могу суду взять. Я только вперед могу идти. А-а-а. Лопухнулся. Ладно. Ладно. Это типа предводитель, что ли, бандитов или... Да нет, вроде бы как... Пятого уровня они здесь. Блин. Так, дай-ка я вот... Рассечение. Так, и как мне его... Ага. Ага, вот он. Сразу двоих задевает, но зато помаленьку бьет. Возможно, можно будет потом раскачивать этот суперудар, и он будет намного эффективнее. Сейчас он как-то... Не туда, не сюда. Толку от него не очень много. Наконец-то я получил пятый уровень. Сравнялся. И сундук мне в награду. Сокровище. Что это за пробирочка? Купить одно слабых снадобий исцеления. Не надо, ребят, мне ничего покупать. Мне денег не хватит. Вот, 321 монета сейчас только появилась. Сокровище. О, бронзовая руна. То есть еще один герой, я так понимаю, да? Или нет? Нужно посмотреть, не завершили ли ученые свои исследования, пока мы путешествовали. Ну, я, в принципе, не против исследования. Ну, закончили. На исследование нужно больше времени. Эти знания основа вашей силы. Бесплатно. Давайте, конечно, сделаем бесплатно так. Почему бы и нет? Приветствую вас, изумительнейший. Если вам понадобятся мои угольки, коснитесь значка с угольком на главном экране. Ой-ой, ваш склад монет немного удручает. Как можно выиграть сражение без денег? Я сам не знаю. Хранилище монет. Увеличивает предельное количество монет до 3000. Было 1000, вот это точно. Так. Еще несколько знаний можно получить. Даже мой мозг их не вместит. Хм. Все было бы куда быстрее, если бы были еще когти. Эээ, руки. В смысле, еще пара рук. Добавить ученого. Мм. Давайте. Добавим. Еще одного исследователя. Так. Ага. 750. Отлично. Позволяет обучать военноч... А, ну все, ребята, это у нас... Во, открывает исследование ритуала изгнания. Открывает ветки исследования для отдельных классов. Хорошо. Я только за. Эти угольки можно использовать для обучения своего персонажа или других героев. Давайте-ка сделаем это прямо сейчас. Ну, нажимаю я на себя и... Плюсик, что ли, нажать надо? Открывает базовую способность этого героя. 150 угольков. Способность, которую вы только что выучили, позволяет переманивать врагов на свою сторону. Давайте-ка попрактикуем захват, чтобы вы могли эффективно использовать его в бою. Тьфу, ничего себе, ребята. Вот это круто. Что это у нас тут за... Хмырь еще стоит? С такими тесаками-то, а? Будь здоров. Хе-хе, какой-то, я не знаю. Захват позволяет захватывать врагов и превращать их в союзников. Сначала нужно нанести им урон, пока под здоровье они начнут мигать. Именно тогда захват может сработать. Так. Что, я должен нажать сейчас, что ли? Захват. Пойман. И все? А суть? Суть в чем? Я не понял. Захватив врага, нужно дойти до конца подземелья, чтобы сохранить его. О, как. Захваченные враги отображаются в левой части экрана. Эээ, вот это, что ли? Где враги-то, блин, ничего не понимаю. Территория пройденная, блин. О, вот он, награды. Так, и что, мы можем его завербовать? Или что нам с ним делать-то теперь? Вы узнали о преимуществах захвата, но будьте осторожны. Некоторые враги устойчивы к его действию. Используйте его с умом. Угу. То есть, не всех мы можем еще завербовать, оказывается. 250 монет, конечно, получить, ребят. О чем вопрос-то? Так, бой. Ммм. Весть о вашем прибытии распространится быстро. Как бы вы хотели, чтобы вас называли? Хоу. Сейчас, ребятушки, я себя назову. Вы прекрасно знаете, как я буду себя называть. Нет, ну какое каке? Не каке, а, естественно, рейчик. Ну? Ну, слишком короткое? Хорошо. Хорошо. Тогда давайте назовем... Блин, ну что такое? Ну, что за ересь-то? Ну, это-то, надеюсь, хотя бы не занято уже? Отлично. Все хорошо. Не занято было. Так, ну что, ребятушки, надо нам продолжать с вами путешествие. Тень над Хайвеном. Местный предводитель бандитов сейт-хаус от имени Наэмы. Его нужно высадить и остановить. Нападениями бандитов руководит их предводитель, Большой Бэлоу. Высадите его, короче, и уничтожьте. Хе. Что-то не так. Обычные бандиты не посмели бы открыто напасть на Хайвен. Если этот Большой Бэлоу возглавляет бандитов, то, справившись с ним, мы восстановим мир. Ха-ха. Босс предполагал, что вы его будете искать. Что ж, сначала вам придется справиться со мной. С тобой? Вот с тобой, что ли? Ты чучемек. Оу, тут у нас уже волки какие-то. А ну-ка давай. Вот так вот. Получил свое? Что ты тут прыгаешь, шавка? На удар. Ха. Так, ладно. Полтысячи монет мы с вами заработали. Новый уровень получает мой варваренок. Так, ой, еще рыцарь какой-то, блин. Ха, дай-ка я угадаю. Переодетые бандиты. Я покажу вам, на что способен боец из Хайвенпорта. Ну, вообще-то мы не бандиты. Вы из ополчения? Мы тоже сражаемся с этими бандитами. Да? Давайте отгоним этих щенков. Кто-то должен защитить эти земли. Да неужели, елки-палки. Мы что, объединяемся или что? Скорее всего, ребята. Куда нам пойти? Давайте-ка мы пойдем, где сундук. Да, тут у нас только монетки лежат. А там у нас сундучок, сокровища все-таки. Ну, что ты, что ты тут выделываешься, а? О, он с нами, ребят. Я рыцарь, это означает, что я могу лучше других выдерживать атаки. Кроме того, я могу защищать союзников от опасности. Да? Ну, тогда тебя не хватало в моем отряде, братишка. Ну-ка. Ну, атакуешь ты, конечно, так себе. А, ну ты третьего уровня. Ладно, хорошо, простительно. Победа. Так, 30 каких-то кристалликов получили. Ух. Так, двигаемся дальше. У нас сундук с сокровищами. И миссия называется по тропе. Оу, деньги на халяву. И еще раз тут бандитики маленькие тут повстречают. Хе-хе. Сейчас мы их... Три штучки. Ой-ой-ой-ой-ой. Как вы меня напугали-то, елки-палки. Сейчас мы с вами тут быстренько разделаемся. Ну как? Нормуль, вам понравилось? Столько еще? Брыкается что-то? Слушайте, ребят, я, наверное, не буду их захватывать. Хотя у меня есть эта возможность. Вы знаете, как я это знаю. Но такие воины мне не нужны в отряде. Вербовать я их не хочу. Так. Новый уровень у меня уже шестой. Хм. Быстро мы с вами развиваемся, однако. Двигаемся далее. И еще тут у нас сокровищ. Вау. Так. Прыгает, а? Прыгает на меня с ножами своими. Сейчас я вас одубашу. Ух. Блин, не добили. Интересно, а почему у нас рыцарь отмечен... А, видимо, тут разные специализации. Понятно. Я синим. Этот у меня почему-то коричневым. А рыцарь с желтым. Отмечен. Так. Ух ты. Я вижу, кое-кто не спешил. Мне уже показалось, что вы потерялись. Да нет, мы здесь. Теперь я вам выпущу всю кровь. Заберу ваши монеты и к ужину уже буду в Гримптинских горах. Ха. Мечтатель ты наивный, а? Давай-ка посмотрим, где ты будешь к утру. Я думаю, к рассвету ты будешь валяться где-нибудь под березкой. Так, ребят, смотрите. Тут какой-то у нас некромант, что ли. Надо его уничтожить нафиг. Ага. А теперь и вот этим займемся. Кража. Так. Он что, у меня деньги ворует, гаденыш? Так, ну-ка отдай мои монетки. Блин, ты посмотри, ворует точно. Захват. А, ребята, почему-то я не могу его захватить. Хм, странно. Видимо, это босс. Я не могу, к сожалению, к нему применять. Там же было сказано, что некоторые враги имеют иммунитет. Это вот, наверное, один из них и был. Вы отлично сражаетесь, но здесь мы должны расстаться. Ну, здравствуйте, приехали. Что-то владело ополчением, но кто-то должен охранять эти дороги. Желаю удачной охоты на предводителя бандитов. Ёлки-палки, он покинул нас, ребята. Он был времен, оказывается. Ё-моё, а я-то уже тут... Гринмитские горы, кажется, именно там мы найдем большого Бэллоу. Давайте покончим с этим, пока Хэвену не причинен еще больший вред. 200 монеточек зарабатываем, ребята. И руна бронзовая, опять же. Еще одна? И три, что ли, руны нам дали? Ху-ху! Великолепно! Ну, давайте-ка зайдем, наверное, с вами домой. Кое-что надо посмотреть, ребята. Мне нужно сохранить мою учетную запись. Ага, вот, вот здесь вот. Надо обязательно создать аккаунт, чтобы не потерять свои достижения. Благодарим за регистрацию. Все, аккаунт создали мы, ребят, с вами. Исследование у нас тут. Что и отряд. Блин, я не знаю. Ну, давайте зайдем в исследование, посмотрим. Можно было бы, конечно, пойти не на бой. О, завершено. Увеличивает... Ага, до трех тысяч монет. Вот это уже другой разговор. Добавить ученого. Ммм. И что нужно для этого? Блин, 500 кристаллов. А у меня... 459. Не хватает буквально чуть-чуть, ребятушки. Ммм. Так что мы можем с вами еще исследовать? Хранилище угольков. Слушайте, угольковый барон можно тоже развить? Ммм. Увеличивает предельное количество эссенции. До 30 тысяч, ребят. До 30. Я, правда, честно говоря, пока не знаю, для чего эта эссенция нам нужна. Но... Наверное, пригодится в дальнейшем, в будущем нам. Ну что же, вроде бы пока и все. Ладно, ребята, давайте тогда на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, лайкаем, пишем в комментариях. И будем ее играть потихоньку. А на этом все. Всем пока. До скорых встреч и до новых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...